МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Системная ошибка. Сбой в базе данных ГИБДД заставил страдать водителей всей России. Как гаишники боролись со сложной электроникой, кто в итоге победил? И почему перед водителями, что провели в длинной очереди на жаре много часов, никто не извинился? Что в почтовом ящике россиян обманывают при помощи почты России? Заказанный через интернет и оплаченный через почту товар может оказаться совсем не тем, что вам ласково обещали на сайте и по телефону. Распутываем клубок противоречий в системе наложенного платежа. Переменный мест в Ковылкине Виктор Ташкин пересел из кабинета главы района в кресло директора завода. О преемниках, предшественниках и фугающем кадровом голоде в республиканской власти на примере крупнейшего муниципалитета Мордовии. И еще одна отставка. Прокуратура Старошайговского района настоятельно посоветовала уволить главу Новой Федоровки, что натворила теперь уже бывшая сельская начальница. Какими словами ее проводили с поста местные жители и какая сегодня зарплата у деревенского головы. О мордовских дорогах, которые все ждут и ждут капитального ремонта, в стихах расскажет наш мастер иронической поэзии и водитель с огромным стажем Сергей Белоключевский. Криминальная Российская империя, а мордовские полицейские готовят уголовное дело против саровских реконструкторов. Те построили пушку, как в 18 веке, но орудие оказалось слишком настоящим. Через час с небольшим на Мордовии арене начнется футбольный матч между сборными России и Сан-Марина. Команда маленького государства со всех сторон окруженного Италией считается одной из самых неудачливых в истории. Футболисты из Сан-Марина проигрывали многим. Германии со счетом 13-0, Нидерландам 11-0, Польше 10-0, Украине 9-0, России, кстати, 7-0. Выиграли они лишь один раз в истории и в рейтинге FIFA находится на самом-самом последнем месте. Результат нынешней встречи узнаем через несколько часов, ну а пока Анастасия Мишкина расскажет, как две великие футбольные команды готовились к Саранской игре. Дважды в своей истории сборная России по футболу выигрывала со счетом 7-0. Этот результат и поныне остается для нашей команды самой крупной победой из когда-либо одержанных. В 2015-м семь безответных мячей тогда еще подопечные Леонида Слуцкого вклотили в ворота Лихтенштейна. Но это было лишь повторением результата, показанного в далеком 95-м в матче россиян Сан-Марина. И главной интригой встречи, которая состоится 23 года спустя в Саранске, можно считать вопрос о том, сумеет ли дружина Станислава Черчесова переписать страницу рекордов. Тем не менее, отвечая на вопросы об игре с последней командой в рейтинге FIFA, тренер осторожен в прогнозах. Я определенно четко понимаю ваши вопросы, ваше состояние и ваши ожидания, но мы по-другому подходим к любой игре, потому что заранее ничего невозможно сказать. Если я вам сейчас буду говорить, что Сан-Марина – это один из топ-сборных, наверное, вы будете думать по-своему. Но мы знаем, с кем мы играем, как мы играем, и любую игру надо правильно играть. Играть хорошо – это одно, но у нас есть слово «правильно играть», потому что команда должна правильно играть, и отсюда будет результат. Какой он будет, покажет только матч. Естественно, и с Чертанова мы ходили максимально забить, и завтра будет та игра, где есть возможность. И с Казахстаном мы выходили забивать, поэтому завтра будет такая же игра. Чтобы ее выиграть, надо забивать мячи. Вот и все. После удачного для себя домашнего чемпионата мира наша сборная воодушевила болельщиков, заставив их поверить в футбольное чудо. Однако праздник давно закончился, и последовали трудовые будни, которые начались с гостевого поражения в квалификационном матче Евро-2020 с Бельгии 1-3. Затем сборная России смогла реабилитироваться, разгромив сборную Казахстана 4-0, и пока идет на втором месте в группе «Ай», где помимо того выступают Кипр, Шотландия и Сан-Марина. В Сан-Маринце, как и большинство сборных карликов и государств, звезд с неба не хватают и являются, если не мальчиками для битья, то стопроцентными пассажирами в любом из турниров, в которых они принимают участие. Последние их победы датируются аж 2004 года, когда в товарищеском матче с минимальным счетом был повержен грозный соперник Лихтенштейн. А ничья с Эстонии в 2014 году, наверное, до сих пор является поводом для национального праздника. За последние пять лет сборная Сан-Марина провела 29 официальных матчей, которые проиграла с общим счетом 2-69. «Единственное, в чем может заключаться результат, помимо цифр, в любом случае, если это будет поражение, то это будет поражение, но хочется оценивать результат в способности игроков сборной Сан-Марина, как делают некоторые животные, которые не могут справиться с более сильным соперником, помучать, потаскать его немножко и заставить понервничать. Вот, наверное, это будет хорошим результатом, ну и показать все то, на что игроки сборной Сан-Марина способны. Мы будем завтра мангустом, который будет сражаться с Коброй, с королевской Коброй». На предматчевую тренировку на газон стадиона Мордовия-Арена дружина Станислава Черчесова вышла в полном составе. Все 28 игроков здоровые рвутся в бой, несмотря на то, что за плечами у них длинный сезон. Не досчитались в составе сборной накануне матча лишь полузащитника Юрия Газинского, который получил травму плеча в контрольной встрече с Чертанова. Сейчас он находится в Мюнхене, где ему была сделана операция. Восстановительный период займет не менее нескольких месяцев. Но и сейчас в распоряжении Станислава Черчесова достаточно игроков. И в заявку на матч смогут попасть не все из них. У нас регламент, он не меняется. 20 футболистов, игроков и 3 вратаря, 23. Но мы оцениваем состояние. Конкретный матч и второй матч, как бы мы берем в расчет. Поэтому будут те игроки, которые, во-первых, готовы, чисто физически. Но, естественно, по каким-то технико-тактическим характеристикам подходят нам и к завтрашней игре, и проецировать, естественно, на Кипр. Игроки сборной России перед матчем в хорошем настроении. Настолько, что нравится все. И стадион, и поле, и город Саранск, который встретил сборную душевно и по-домашнему. Футболисты Сан-Марина тоже настроены позитивно. Как говорится, приехали сюда расслабиться и получить удовольствие. Хорошо встретили, очень красиво, мило, по-доброму. Нам все нравится, мы рады приехать. Для многих жителей это очень такой праздник, и мы хотим в этом празднике принять участие и постараемся порадовать болельщиков по всей стране и в Саранске. Потому что встретили нас тепло, и это очень приятно. Приезжать и видеть, что люди заинтересованы в сборной России. Поэтому мы к этому стремимся, чтобы нас любили, уважали и ценили. Добрый вечер всем, рад вас видеть. Хотел бы сказать в первую очередь о том, что нам очень приятно, мы очень горды тем, что нам предстоит играть в таком замечательном городе, в таком замечательном стадионе. Будет сложно, мы это понимаем, но мы постараемся приложить все усилия к тому, чтобы матч получился интересным. Фамилии Дзюба, Головина и Фернандеса у всех на слуху. А вот сборная Сан-Марина является загадкой даже для их непосредственных оппонентов. Большинство футболистов играет во внутреннем чемпионате, считающемся одной из слабейших лиг Европы. Поэтому задача назвать фамилии хотя бы пары игроков сборной Сан-Марина можно сказать со звездочкой. Можете удивить, назвать одного или двух игроков Сан-Марина по фамилии? А мы еще Сан-Марина не разбирали, только сегодня будем разбирать, поэтому сегодня я узнаю вечером Сан-Марина полностью весь состав. В финале Лиги Чемпионов на поле выбежала болельщиков в купальнике. Как вы отреагируете, если такая же акция произойдет в матче Сан-Марина? Позитивно. Пусть выбегают. Дело, как говорится, хозяйское. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я слышал, что, по-моему, у нее парень русский, по-моему, да? Главное, чтобы не начались какие-то действия, что провокации, что это русские в этом виноваты. А так, в целом, позитивно. Мне не испортил этот забег. Главное, Ливерпуль победил. Это приятно было. Если что, по-моему, они скоро выйдут, по-моему, если выйдут, а я пределу все равно. Ну, девушек Артему доверять нельзя. Сохранит ли сборная России такой же расслабленный и позитивный настрой после матча Сан-Марина, узнаем через несколько часов. Большинство букмекеров прогнозируют крупную победу Станислава Черчесова над Франко Вареллой. Но для жителей Саранска за год истосковавшихся по большому футболу Итог матча, пожалуй, уходит на второй план перед тем фактом, что мы опять возвращаемся в большую игру. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Программа в центре внимания. Убийство священника в Теньгушеве многие жители Мордовии восприняли как личную трагедию. Казалось бы, святой человек, а так некрасиво ушел из жизни. Сейчас по селу ходят разные слухи даже поговаривают, что священник начал читать убийца проповедь. И этим разозлил его. Но то, что все случилось в доме сомнительной репутацией и пришел туда священник по доброй воле, прихватив бутылочку горькой, никто не отрицает. Людмила Кусерова еще раз об истории, в которой все не без греха. Это горе, конечно, у нас тоже шарахнуло. Все-таки больше человеку как же не жалко-то. Очень, конечно, бай. Не, вот человек все-таки добрый был, и это... Как я его не жалко-то. В Тенгушеве гибель священника местной церкви – одна из самых обсуждаемых тем. Никто не хочет верить в то, что отец Александр мог сам спровоцировать своего убийцу. Все-таки святой человек. Смерть нехорошая, смертью убили его. Убили в первый же день. В первый же день чего? Вот когда он пропал. Первый же день. Вот 24 июня будет уже 40 дней. Священник пропал 16 мая вечером. Об этом в правоохранительные органы сообщила его жена после службы. Мужчина не вернулся домой. И сначала все подумали, что он отправился в паломничество в Московскую область. Говорят, давно об этом мечтал. Но в ходе следствия раскрылись другие, совсем нерелигиозные подробности того вечера. Оказалось, что батюшка после службы купил водки и пошел в гости к людям, которые местным жителям никогда доверия не внушали. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес гостю несколько ударов ножом по различным частям тела, от которых потерпевший скончался. Про них говорят, что они и наркотиками увлекались, то ли хранение, то ли еще что-то. А еще вот это вот убийство со священником. Вот как мое мнение. И лучше вообще отсюда убирать. Они – это цыгане, которые не так давно поселились на улице Социалистической в Теньгушеве. Скрытные, необщительные, доме появлялись редко, говорят местные жители. Поговаривали, что хозяин не так давно вернулся из мест лишений свободы, но в тот день его дома не было. А в гости приехал его брат, тоже судимый за тяжкое преступление. Зачем священнику понадобилось встречаться с этими людьми, да еще и вместе распивать спиртное, никто не знает. Хотя местный житель не отрицает. Приложиться к бутылочке батюшка любил. По церкви человек был неплохой. А с другой стороны, человек он есть человек. Каким человеком был Александр Болдин, точно знают в магазинах, где он отоваривался. Рассказали, что мужчина частенько захаживал после службы в точке продажи горячительных напитков и развлекал своими нетрезвыми чудачествами местных жителей. Конечно, это было после работы, и не все прихожане это видели. А те, кто был в курсе происходящего, относились к такой слабости священника по-философски снисходительно. А выпивай, дочь, только. Вон, телеграммный столб не любит, а так все любят. Продолжение истории с убийством батюшки и вовсе не для слабонервных. Чтобы замести следы, преступник сжег рясу, а тело погрузил в багажник машины, автомобиль взял у родственников. На нем он вывез труп в поле за селом Баево, это всего в нескольких километрах от Тенгушева, и закопал в сельхозугодьях местного фермера. Это те самые поля. Место преступления уже разровняли комбайны, и если бы не чистосердечные признания в убийстве преступника, уверен начальник местной полиции, то вряд ли батюшку вообще бы нашли. Он пролежал в земле две недели, и когда его доставали во время следственного эксперимента, уже сложно было опознать. У отца Александра остались жена и шестеро детей. Супруга заведует местным отделением почты, и сразу после трагедии ушла в отпуск. Поговорить с ней не получилось. Дверь в дом, где жил священник, нам так никто и не открыл. Зато местные жители с готовностью рассказывали, какой это был замечательный человек. А плохие батюшки не бывают. А о батюшках плохого никто не говорит. Они все соблюдают устав, как военный, так и церковный, выполняют свой устав. У местных жителей есть версия, что священник мог лишиться жизни из-за проповеди, которую якобы начал читать своему собутыльнику, и которая последнему, наверное, не понравилась. И ответить на вопрос, что же на самом деле произошло вечером 16 мая в доме на улице Социалистической в Теньгушеве, теперь сможет только следствие. Оно пока что хранит молчание, а местные жители на всякий случай обходят злополучный дом стороной. Людмила Кусерова, Александр Труднов, программа «В центре внимания». ГИБДД продолжает пить кровь водителей. На неделе база данных ведомства опять дала сбой. В среду отделения ГИБДД по всей России окончательно перестали быть полезными с точки зрения нормального человека. Из-за сбоев в федеральной базе данных на протяжении часов невозможно было зарегистрировать или снять с учета автомобиль. Кто был в этом душном зале на первом этаже региональной госавтоинспекции, в аду страдать уже не будет. В справедливости ради отмечу, что с компьютером и сбоем на местном уровне боролись изо всех сил. Сил было похоже немного, хватило их на то, чтобы распечатать бумажку. Сразу же с утра мы вывесли объявление, то что сервис у нас недоступен. Подразделения не работали ни в одном регионе. То есть причина была на федеральном уровне. Почему-то непосредственное взаимодействие гражданина России с представителями власти очень часто становится испытанием. Постой в очереди, заполни бланк, заполни бланк по-другому, заполни бланк черной пастой. Да, есть портал госуслуги. Но, например, ГИБДД в прошлом году даже с распечатанным заявлением с госуслуг отправляло водителей в живую очередь. Все это на фоне бравых реляций отдела пропаганды. Какие мы тут в ГАИ электронные и прозрачные. На самом деле, все, конечно же, не совсем так. Злополучная база данных сбоит довольно часто. Это вынуждены признать и сами гаишники. Случается периодически у нас, в основном по вторникам. Бывают такие, как бы, зависания. Работа базы данных с грехом пополам восстановилась в тот же день. Водители привычно вздохнули, очередь начала двигаться. Спорить с гаишниками, они ведь обличены пусть относительно ничтожной, но все же властью никто особо не стал. Себе дороже может выйти. Очередная схема мошенничества. На сей раз с применением несовершенства процедур Почты России. Житель Саранска рассказал Людмиле Чекал историю о том, как его обманули. Мужчина решил купить квадрокоптер, нашел в интернете интересующую модель по цене раза в 4 нежерыночной, оплатил посылку на почте, а как открыл коробку, понял, что человек-то он, мягко говоря, доверчивый. Вместо нормального дрона там лежала модель для детей, которой 2000 рублей красная цена в базарный день. По понятным причинам, жертва мошенников просит не показывать его лицо и не называть имя. Но печальную историю мы все равно сейчас узнаем. Житель Саранска захотел купить квадрокоптер для видеосъемки. Но в специализированных магазинах профессиональная модель стоит дорого, и он решил заказать ее через интернет. Вбив в поисковой строке название товара, он нашел, как ему показалось, хороший сайт, где профессиональный дрон предлагали приобрести в несколько раз дешевле его реальной стоимости. Я решил сразу взять себе профессиональную модель, но хотелось как-то сэкономить, поэтому я нашел в интернете достаточно интересный, как мне показалось, сайт. На нем квадрокоптер предлагали с большой скидкой. Огромная скидка настолько вскружила ему голову, что мужчина, недолго думая, нажал на кнопку «Заказать» и ввел свои данные. Ему сразу позвонили и пообещали в течение недели доставить нужный товар в ближайшее к его дому отделение Почты России. При этом оплату он должен будет произвести наложенным платежом при получении посылки. Мне объяснили, что доставка будет Почтой России, то есть рисков никаких нет. При получении посылки наложенным платежом я ее уже оплачу. Ну и как-то мне показалось, что это достаточно безопасно, и я согласился на данные условия. Но на почте ему показали только коробку, открыть ее и посмотреть, что внутри мужчина смог лишь после того, как оплатил посылку и деньги перечислили отправителю. Когда я уже получил на руки посылку и открыл ее, я понял, что меня крепко так обманули, потому что внутри оказался не тот квадрокоптер, который вот, допустим, на сайте был, а какая-то детская модель стоимостью не 20 тысяч, не 40 тысяч, а всего там 2,5-3. Работники почты сказали, деньги вернуть нельзя и посоветовали обратиться в полицию. Мужчина так и сделал, а заодно решил придать эту историю огласке, чтобы его пример стал другим наукой. При этом сам пожелал остаться неизвестным, дабы знакомые и коллеги не узнали, как легко он попался на удочку мошенников. Как он пояснил, то, что через Почту России, и что наложенным платежом, он считал, что если деньги будут переданы сотруднику почты, и будет претензия к посылке, он может эти деньги назад получить. Однако, это не совсем так, потому что, когда наложенный платеж, он предусматривает, что деньги сразу отправляются либо на расчетный счет, либо в тот пункт Почты России, куда были деньги заказаны. Почта России не дает никакой гарантии, что придет именно тот товар, который вы заказали. Ответственность за это несет только отправитель. Мы направили запрос в Республиканское управление Федеральной почтовой связи с просьбой прокомментировать работу системы наложенных платежей. И почему почта активно ее использует, раз она так небезопасна для получателей посылок. Но сотрудники регионального филиала Почты оказались не готовы оперативно ответить на запрос. У нас очень много было фактов, когда именно айфоны, телефоны, когда покупали другие. У нас что только там не получали. Граненые стаканы, мягкие игрушки и получают одежду, кроссовки, образно, не того качества, на которое претендует. То есть, случаев очень много. По случаю с квадрокоптером сейчас проводится проверка. Игрушку, что пришла по почте вместо профессионального дрона, изъяли как вещдок. В настоящее время выясняется ее стоимость, чтобы оценить причиненный пострадавшему ущерб. После этого будет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В тот же день, если не сразу эти деньги были получены запросы, тут же сразу были сделаны в город Москва, то есть, в это отделение почты, чтобы нам предоставили необходимые реквизиты того получателя, который эти деньги взял, что мы можем дальше с чем работать. Были сделаны запросы в Москву также по наживке стационарного номера телефона, с которой созванивался потерпевший. Мы нашли сайт, с которого был сделан заказ. Он все еще работает и также предлагает купить профессиональный квадрокоптер всего за 19 990 рублей. Объясняя это распродажей в связи с закрытием магазина. Какого не указано. Зато кнопок «Заказать» аж 4 на одной странице. То, что сайт фейковый, видно невооруженным глазом. Здесь полностью отсутствуют ссылки на производителей, другую цифровую продукцию, нет адреса и телефонов поставщика, а единственные ссылки, которые находятся в конце страницы не содержат никакой информации и лишь отсылают пользователя к ее началу. Я тоже нажала кнопку «Заказать», ввела свои данные и тут же раздался звонок. Девушка, которая представилась Аленой, предложила подробно рассказать о выбранном товаре. Скажите, пожалуйста, как называется модель квадрокоптера, которую вы предлагаете купить за 19 990 рублей? Фантом 3S Это профессиональный квадрокоптер? Квадрокоптер? Он может использоваться везде, для любых видов съемки. Первые подозрения в мошенничестве возникли, когда в довесок к квадрокоптеру мне стали настойчиво предлагать набор ненужных аксессуаров почти на 5000 рублей. Вторые, когда единственным способом оплаты назвали наложенный платеж. Как вообще происходит наложенный платеж? Я ведь не увижу сначала посылку. Да, ну сначала оплачиваете, потом получаете. Да, да, все верно. И уж совсем все стало ясно, когда менеджер отказалась назвать почтовый адрес и телефон своей организации. Скажите, пожалуйста, свой почтовый адрес, свой телефон, чтобы я смогла вам перезвонить, написать? Ну, это все будет у контакта, все будут в гарантийном талоне, там у вас по ссылке. Все там будет. А сейчас вы не можете мне назвать почтовый адрес? У нас просто звонки в автоматическом режиме. Я принимаю, вы оставили заявку, мне пришел ваш звонок. Я вас консультирую. Именно вот что касается всех данных, это уже будет при получении у вас все будет по ссылке. Еще раз убедиться, что сайт Липовой можно, проверив его на reg.ru. Здесь есть полная информация обо всех доменах. Вот она. Веб-сайт Phantom 3 был создан всего месяц назад на Украине в Киеве. Если вы обнаружите, что сайт создан сравнительно недавно, то можно предположить, что он создан исключительно для преступной деятельности. Как правило, мошенники находятся далеко за пределами Республики Мордовия. А как показывает практика в последних времен, случается и такое, что мошенники находятся за пределами Российской Федерации. Нужно признать, что раскрываемость она невелика, но тем не менее, раскрывается примерно каждое восьмое преступление данной категории. С начала года в Республике зарегистрировано около 400 фактов мошенничества и 70% из них совершены с использованием сотовой связи и сети интернет. На уловки интернет-мошенников жители Мордовии попадаются практически ежедневно. Поэтому, если вы решили заказать товар на сайте, убедитесь в его безопасности. Проверьте информацию о поставщике и производителе, изучите историю сайта и отзывы о нем, а лучше посоветуйтесь со специалистом. Людмила Чекал, Александр Данилов, Артем Руденко, программа «В центре внимания». Кадровые изменения на неделе случились в Ковылкинском районе. Виктор Ташкин оставил пост главы этой территории и претендует на кресло директора местного электромеханического завода. Все случилось на сессии районного совета депутатов. С тяжелым сердцем они приняли заявление Виктора Ташкина об отставке. Это стало сюрпризом для ковылкинских элит. Местная власть в крупных скандалах замечена не была. Прошлогодний случай с женщиной в больнице, которая ползла по ступеням на третий этаж к травматологу. Камень больше в республиканский огород, чем в районный. Да и в целом ковылкинцы на хорошем счету. Какой-то особой социальной напряженности не наблюдается. Вовремя сеют, вовремя убирают и мудряют собирать налоги и даже тратят их на что-то приличное. Так что официальная причина отставки в связи с переходом на новую работу представляется вполне реальной. Судя по тому, сколько военных и представителей обороны и промышленности было среди приглашенных на районную сессию, догадаться, куда уходит Виктор Ташкин было не так уж и сложно. Принято решение о переводе Виктора Ивановича на новый, не менее ответственный участок работы. Он не уезжает из района, займется вопросом развития промышленности в качестве одного из руководителей предприятий Ковылкинского района. Мы что смогли с нашим коллективом сделать, сделали. Я считаю, что мы честно проработали. Кандидатуру Виктора Ташкина настойчиво лоббировал действующий директор Ковылкинского электромеханического завода Владимир Евтеев. Он руководил предприятием четверть века, вытащил завод из ямы, в которой тот оказался в 90-е, когда были потеряны ключевые заказчики. Сейчас это одно из самых крупных производств в Мордовии. Здесь создают оборудование для подводных лодок проекта Лира, специальных комплексов слежения и обнаружения, комплексов радиоэлектронной борьбы и других секретных проектов. Пока мощности завода стабильно загружены, но оборонный заказ постепенно сворачивается. Необходимо переходить на гражданскую продукцию и переходить срочно. Сейчас ее доля лишь 8%, а для стабильной загрузки нужно как минимум 40%. Обязанности главы Ковылкинского района пока будет исполнять Николай Комусов. Приташкин был первым замом. Ну и посмотрим, сколько зарабатывают и чем владеют участники этой рокировочки. Владимир Евтеев, теперь уже бывший директор завода, в прошлом году получил 20-ти миллионный доход. Ездит он на легковой Тойоте, модель в декларации не уточняется, иногда с прицепом Саранского завода. Еще у него есть снегоболотоход, все транспортные средства совместные с супругой собственности. Муниципалы и муниципалы в разы беднее. Виктор Ташкин за 18-й год задекларировал миллион и 400 с небольшим тысяч рублей. Есть у него и 407-й москвич и снегоход Ямаха Викинг. А исполняющий обязанности со среды закончил прошлый год с результатом в миллион рублей. И у него тоже есть снегоболотоход. Какие выводы мы можем сделать из этих данных? Ну, во-первых, что в Кавылкинском районе зимой без снегохода делать, в общем-то, нечего. Наверное, очень плохо чистить дороги и уважаемые люди катаются на снегоходах. Иначе никак. Ну, или они просто очень любят охоту. Во-вторых, руководство успешным предприятием приносит больше денег, чем работа во власти. В последние годы и на республиканском уровне, и на муниципальном вообще наблюдается дичайший кадровый голод. На очень ответственные должности приходят люди, в чьи компетентности лично у меня возникают большие сомнения. Не будем далеко ходить, вспомним нашего ненаглядного профильного министра Виталия Калугина. На неделе Реинфо РМ обнародовала видео, на котором господин министр попал в неловкую ситуацию. Он пришел наградить Николая Ишуткина, тот пишет стихи на Ирзянском и редактирует Чилисему. Этот журнал, господин Калугин, зимой чуть было не оптимизировал насмерть. Так вот, Ишуткин заслужил почетный знак за личный вклад в развитие республики. А господин Калугин забыл, на какую сторону груди нужно вешать почетный знак. Мнения в зале разделились. В итоге награда обрела свое место на левой стороне заслуженной груди, сообщает Реа-Инфо-РМ. Мелочь скажете, а вот именно в мелочах проявляется профессионализм или его отсутствие. И еще одна отставка, не такая крупная, как в Калугинском районе, но тем не менее весьма показательная. Месяц назад глава администрации села Новая Федоровка, это Старошайговский район, сложила полномочия. Заявление по собственному желанию, но написано принудительно, потому что еще год назад женщину осудили по статье мошенничества. Случай не сказать, что из ряда вон. Такую схему практиковали и другие руководители, притворялись малоимущими, подделывали справки о зарплате, чтобы получить субсидию. Сумма ущерба, по сути, смешная, 8 843 рубля 25 копеек. Стоило ли рисковать руководящим постом ради такой сомнительной выгоды? И что ж толкнуло их главу на преступление? Может, зарплата в 12 тысяч рублей? Светлана Лашина разбиралась. О том, что теперь уже бывшая глава администрации Александра Тришкина официально признана мошенницей здесь, в селе Новое Федоров Кострошайговского района, узнали, когда женщина отказалась от полномочий. Говорят, по собственному желанию. Случилось это месяц назад, хотя должно было еще в прошлом году. Причина на то была весьма веская. Глава Новофедоровского поселения Александра Тришкина признана виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159.2 Волголовного кодекса Российской Федерации. Данный приговор в законную силу вступил. Согласно требованиям федерального закона об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации, полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора. Этот случай в Мордовии не первый и не уникальный, говорят в районной прокуратуре. Суть мошенничества при получении выплат проста. Однажды осенью 2013 года Александра Тришкина решила стать малоимущей. Не по факту, на бумагах. И ей это удавалось целых три года. Тришкина Александра Павловна с период времени сентября 2013 года по май 2016 года подделывала справки о заработной плате с целью получения субсидий на школьное питание своей несовершеннолетней дочери. Валентина Сорокина работает бухгалтером в Новофедоровской администрации больше десяти лет. На должность пришла практически одновременно с бывшей главой. Получается, именно ей выпала честь выполнять поручения руководителя села. И она регулярно вписывала в документы нужные цифры. Делать это было нетрудно, потому что справки о доходах в Новой Федоровке формируются так. Можно от руки написать, можно программу вытащить. Пожалуйста, все где-то. Кто-то не ведет камень, кто-то ведет камень. Так они формируются. А сумма как вписывается? Откуда берется сумма? Из бедности. А реально написать справку с просто нужной цифрой? Ну, я думаю, конечно. Сумма ущерба, которой за три года причинила бывшая глава 8 843 рубля 25 копеек. Не самая большая цифра. В наказание 100 тысяч штрафа и лишение статуса руководителя. На ее место временно исполняющие обязанности назначили Валентину Сафронову, потому что в сельской администрации она работала и раньше на должности специалиста. Тоже подчинялась. Работалась мне, конечно, замечательно. Руководитель она хороший, что бы там ни было. Руководитель она хорошая. Мы с ней всегда были, так бы сказать, все рука об руку. Всегда нам с ней было очень хорошо. Хорошая она руководитель была. Хороший руководитель для подчиненных, но местные жители оценивают 10 лет работы бывшей главы несколько иначе. Даже главное здание села, где располагается и администрация, и библиотека, и почта, и клуб, словно намекает, хозяйственник из нее был так себе. Павел Ладиков с официальными картами в руках рассказывает проблем отсутствия подъездной дороги к улице Кузнецкой. В Новой Федоровке стоит уже давно. Когда-то прочная грунтовка, что относилась к землям общего пользования, судя по документам, была продана частным лицам, возможно, в обход закона. Отсе на ее месте быстро и без разрешения возвели капитальную постройку. Так дорога по факту исчезла с карты, где значилась десятилетиями. Я обратился к главе сельского Пселентиричкиной Александре Павловне. Почему нет здесь проезда теперь, который был всегда? Здесь была главная улица, здесь 88 домов в одной линии. Почему нет этого проезда? Она говорит, ну, мы не можем заставить ее снести самострой, потому что у нас не оформлена дорога. Ну, зная о том, что мы занимаемся кадастрой деятельностью, значит, подвела нас к тому, что мы сами предложили, ну, давайте, мы ее отмежуем вам. Как люди, живущие на лишенной подъезда улице, то есть однозначно заинтересованы и располагающие возможностью составить соответствующие планы, дорогу по Кузнецкой отмежевали, а заодно и другие. Всего получилось 105 километров. Цену назначили демократичную, сделали все в срок и даже положенные деньги получили. Все, что требовалось от главы, поставить дороги на кадастровый учет. Только этого не случилось, а значит, деньги, потраченные на межевание, практически выбросили на ветер. Нам Александра Павловна сказала, что никакой дороги здесь не будет, даже не надейтесь. Значит, дорога будет проложена в другом месте, значит, и вообще вам придется все денежки вернуть, которые вам перечислили. Это порядка 370 тысяч рублей вот за 105 километров дорог. Вот та дорога, которую все же проложили. Когда-то здесь была тропинка. Чуть расширили, чуть посыпали щебенкой и решили, что это неплохая альтернатива. Летом возможно. Вот так это выглядит зимой. Дорогу постоянно заносит, школьный автобус высаживает детей прямо тут. До улицы Кузнецкой и Садовой дети должны идти сквозь сугробы. Получается, что дорога вроде есть, но по факту большую часть года ее нет. Эта дорога относится к улице Садовая. Улица Садовая это вот ближайшие деревья, их видно здесь. А Кузнецкая она еще дальше. И между ними, двумя улицами протекает ручей. То есть там переезд в виде трубы, которая на грузовой машине лучше не соваться. Она может сломаться или вот эта самая труба может провалиться. И тут возникла следующая проблема. Утилизация бытового мусора. Крупногабаритные многотонные спецмашины по этому пути даже не рискуют ехать. Контейнер поставили недалеко от поворота. Получилось, что с улицы Кузнецкой мусор нужно нести до бака каких-то полтора километра. Житель улицы без подъездного пути Иван Матвеевич рассказывает, из-за этой мусорной проблемы подвергся практически шантажу. Я с 1938 года отслужил три года в армии. Потом работал 38 лет непрерывно стажеводителем в колхозе. И заработал ветеранские удостоверения. И вот сейчас с этим мусором угрожают мне, чтобы снять льготу. Где это написано? Что за закон? Якобы задолженность за вывоз ТБО. Только за что платить возмущаются жители улицы, ведь по закону мусорный бак должен стоять не дальше 100 метров. А договорные отношения с компанией, вывозящей мусор, и вовсе никто не заключал. А меж тем на памяти тех, кому, пожалуй, не повезло жить на Кузнецкой, и среди коих в большинстве старики, много случаев, нельзя сказать, что счастливых. Скорая приехать не может. Она едет по центральной улице. Они проехали и бежали оттуда с трассы, все мокрые, в 4 часа утра скорая была вообще мокрая, по траве бежали с чемоданчиками. Я вызывала скорую, скорая тоже не могла подъехать к дому. Ну, извините, какая работа может быть администрация, если администрация мне в лицо сказала, ты что, здесь будет дорога, дороги нет и не будет. Мы же сгорим, честно говоря, просто умрем, не дождавшись ни скорой, ни пожарной. Это же угроза жизни здоровья человека. Пара сгоревших домов из-за того, что пожарные машины не смогли проехать на Кузнецкую для местной администрации тоже не стали веским поводом озадачиться дорогой. И жители выносят вердикт. Вся ее должность, которую она провела, я не знаю, по-моему, она 10 лет там была или сколько, вы знаете, вот полный ноль. Да, полный ноль. Я посмотрю, вот у нас кладбище сейчас маму сохранила. Вы подъедьте к кладбищам, посмотрите, это вы проедете по всей Мордовии и нигде не увидите таких кладбищ, как у нас. Понимаете? Даже не то, что войти в кладбище креста нету, дороги до кладбищ нету, да, проехать там, а на кладбищах все заросло. Потом они пытались собрать деньги для того, чтобы оградить эти кладбища. Хотя администрация должна сама это все делать, да. Одним словом, претензий к бывшей главе села Александре Тришкиной накопилось много, ровно как и проблемных вопросов, которые надо и придется решать ее преемнику. А потому временно исполняющая обязанности Валентина Сафронова не горит желанием занять место руководителя на постоянной основе. С нетерпением ждет выборов. Только местные жители откровенно не верят, что на смену встанет порядочный и действительно заинтересованный в развитии села человек. Вы понимаете, ведь у нас выборы как происходят? Не жители голосуют, а у нас администрация делает того человека на выборах, кому, кто им нужен, да. У нас 8 сентября выборы депутатов. У нас 11 кругов, будет 11 депутатов. Я надеюсь, что из числа 11 человек найдется достойная кандидатура на пост главы. Достойный человек, который будет достойно выполнять обязанности руководителя, родить за село и получать за это 12 тысяч рублей чистыми. Именно такова зарплата у главы Новой Федоровки, поведала Валентина Сафронова. За такое жалование сейчас готов работать не каждый, а когда это работа с людьми, документами, районными, чиновниками одновременно, энтузиастов и вовсе не найти. И, казалось бы, вот она причина, которая может натолкнуть на мысль признаться малоимущими. Только шила в мешке, то есть доходы от сельчан, не утаишь. Она очень много у нас тут махинаций сделала. Значит, у нее 500 гектаров в собственности, 500 гектаров земли в собственности вместе с мужем, а они КФХ, да, и у них совместный, скажем, муж. И магазин свой был, сейчас, наверное, они его закрыли. И девочка училась в школе, и она подделала вот эти справки о том, что они малоимущая семья. Так или иначе, сейчас бывший глава Новой Федоровки ни на какие должности не претендует. Занимается домашним и приусадебным хозяйством и по-прежнему не бедствует. Как изменится жизнь в селе со сменой руководителя, покажет время. Светлана Лашина, Игорь Гангаев, Александр Данилов, программа «В центре внимания». В прошлом выпуске мы, останавливаясь на кошмарном состоянии дорог в нашем городе, совсем забыли включить в программу размышления по этому поводу нашего мастера иронической басни Сергея Белоключевского. Но учитывая темпы восстановительных работ по улучшению качества дорог, эта тема остается актуальной сегодня, так что восполняем пробел, слушаем стихи. «Саранск дорогами прекрасен, вот только жаль, что не везде. Когда ты в центре мчишь по трассе, то ты доволен при езде. И вид на город бесподобен для саранчан и для гостей. Нет ни ухабов, ни колдобин в заслугу мэра и властей. Да, в центре все у нас в асфальте. Краса и божья благодать. Не то, что в Сочи или в Ялте, в Москве и то не увидать. Но есть такие направления, что и тропой назвать нельзя. Здесь транспорт редкое явление, а путь опасная стезя. Асфальт, как кочки на болоте, торчит местами кое-где. Вы здесь костей не соберете пешком, не только при езде. И ни защита, ни рессоры от рытвин вас не защитят. Завалы здесь, а не заторы. Тут ездить люди не хотят. Поедешь и убьешь подвеску, и шарова и отлетит. Авто в помятую железку дорога эта превратит. За что же платим мы налоги? И где же ямочный ремонт? А лучше б новые дороги. По СНИПу, чтоб, а не на понт. Не для гостей на показуху, и не пуская пыль в глаза, чтоб скрыть дорожную разруху, где рвешь, как нервы, тормоза. Гостей бы пару раз по этим ухабам нашим провести, ведь глубже их на белом свете наверное просто не найти. Чтоб не снискать себе позора, а вдруг гостям сие взбредет, я верю в то, что очень скоро Минтранс асфальт нам укладет. Тогда почувствуют заботу и кто не в центре, а вдали. Смешно, что эту всю работу давно уже сделать бы могли. И последние энтузиасты из военно-исторического клуба, который давно успешно работает в Нижегородской области, нашли неприятности на Мордовской земле. Нашим полицейским не понравилась пушка, которую реконструкторы привезли на праздник в Атюревский район. Теперь они лишили своего гутафорского реквизита, а взамен могут получить настоящий уголовные дела. Подвело реконструкторов в стремлении к исторической достоверности. Пушка вышла совсем как настоящая. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Атюревском районе с сотрудниками уголовного розыска пункта полиции номер 15 по обслуживанию Атюревского района было выявлено и изъято огнестрельное дульнозарядное орудие, которое в 2017 году было изготовлено двумя жителями Нижегородской области города Сарова. Пушку изъяли и отправили в Москву в главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Там провели исследование и постановили стрелять из этого можно. И с этого момента у авторов довольно удачной как теперь оказалось реплики русской пушки 18-19 веков начались проблемы. До этого орудие созданное еще в 2013 году спокойно хранили на базе реконструкторского клуба в Сарове. Иногда оно светилось на видео с разных исторических фестивалей. Теперь вот придется доказывать, что пушка-игрушка. Сделать это будет непросто, ведь полиция свою экспертизу уже провела. Живите настоящим, смотрите 10 канал новости по будням. Ну а с итоговой программой мы вернемся к вам в следующую субботу. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова